Этот танк еще не закончен. Его детали печатали на 3D-принтере всего неделю. Еще немного и машина будет готова. 13-летний Глеб всего за год занятий в детском техническом центре может спроектировать и собрать такую машину сам. Говорит, увлечение помогло понять, с чем, возможно, свяжет свою жизнь. Сегодня он пришел на ярмарку показать и заинтересовать. Для того, чтобы, наверное, ребята записывали, что нам тоже делали такие модели. Потому что это будущее, наверное. Увлечь современных детей непросто, нужно удивить. Поэтому в ход идут фокусы, зрелищные опыты, мастер-классы, квесты и красочные презентации. Вот реанимируют человека, а здесь привлекают в ряды садоводов. Выбрать будущее занятие приехали школьники не только из Барнаула, но и из семи районов края. Я увидела, как можно делать разные из овощей и фруктов разные фигуры. Но я хочу стать психологом. Всего форум собрал представители 28 вузов, училищ и нескольких десятков организаций дополнительного образования. В центре занятости отмечают. Формат, когда в экспозициях учебных заведений участвуют реальные работодатели, помогает найти кадры для самых проблемных сфер. А картина на рынке труда такова. 60% вакансий ждут квалифицированных рабочих, остальные 40 – других специалистов. По-прежнему востребованы специалисты технической сферы. Это инженеры, это высококвалифицированные рабочие. Это у нас требуется в сфере образования и здравоохранения. Моррисона из Занзибара судьба занесла в Барнаул. Год он учится в АГУ на экономиста. За это время иностранные студенты успели привыкнуть и к капризам алтайской погоды, и не исключают, что работать останутся именно здесь. Мы просто зашли посмотреть, что здесь происходит. В нашей стране тоже проводят подобные выставки. Я вижу, что здесь представлено очень много организаций. Это интересно. Меня зовут Алиса. Предлагаю рассмотреть. Эти ребята, возможно, уже определились с будущей профессией. Их учат правильно составлять резюме, эффективно презентовать себя во время собеседования, а тем, кто еще в поиске, пройти специальное тестирование. Вообще, я очень общительный человек, и мне нравится что-то более яркое. И поэтому я думаю, что я буду работать с детьми или даже быть журналистом. Всего форум собрал почти 6 тысяч человек, и не только на площадке Дворца спорта. Для старшеклассников провели экскурсии. Ребята побывали за кулисами театра драмы, в больницах и на предприятиях сельского хозяйства и промышленности, чтобы оценить своими глазами и сделать первые уверенные шаги в будущую профессию. Евгения Даровская, Павел Лауронин. Наши новости.